Бог слышит меня. 3 мая. «В беде своей я Господу возвал, к Богу моему возопил, и голос мой услышал Он из храма своего, и внял Он воплю моему». Псалом 17, 7 стих. Хотя мы не всегда это замечаем, но согласно сегодняшнему стиху, Бог постоянно пребывает рядом с нами и слышит нашу мольбу. Отрадно быть уверенным в том, что среди бед, испытаний и трудностей Господь слышит наш голос, и наши молитвы доходят до Его слуха. В Древней Персии, по крайней мере, во время правления Ахашвироши, существовал закон, по которому полагалась смертная казнь для всякого, кто без приглашения придет во внутренний двор к царю. Это можно увидеть в книге «Исфирь», 4 глава, 11 стих. Не похоже, что это делалось ради безопасности царя, потому что даже царица попадала под действие этого закона, о чем мы читаем в книге «Исфирь». Какой огромный контраст между этим тираническим правилом и расположением царя вселенной. Иисус ждет нас у дверей и хочет, чтобы мы отворили Ему, впустили Его, беседовали с Ним и ужинали вместе. Это можно увидеть в Откровении, 3 глава, 20 стих. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, отворит дверь, я войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Христос настолько желает общения с нами, что готов ответить нам, прежде чем мы воззовем к Нему. Исайя, 65 глава, 24 стих. Да, мы можем переживать большие трудности, но в любом случае Господь готов услышать наш голос и помочь нам пережить самую страшную ночь. Еще сегодняшний стих говорит нам о том, что Бог слушает нас в Своем храме. Да, конечно, Бог вездесущ и всесилен, поэтому Он слышит нас, где мы бы не были. Но упоминание о храме напоминает нам о благословении взывать к Богу в храме, в церкви, в общине верующих. Аманда Николсон из Лондонского университета провела исследование, в котором она проанализировала данные 40 тысяч человек. Половина мужчины, половина женщины. Из 22 европейских стран, мужчины, которые не посещали богослужения, в два раза чаще описывали свое здоровье как плохое, чем те, которые посещали богослужения хотя бы раз в неделю. У женщин результат был похожим, хотя разница оказалась чуть меньше. Кажется очевидным, что духовность и здоровье укрепляются, если мы встречаемся с Богом в Его доме. Моли сегодня с полной уверенностью в том, что Бог слышит тебя. Постарайся почаще бывать в церкви, приходить на поклонение с другими верующими. Ты заметишь, как твоя жизнь начнет меняться. Аминь.